Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Последнее, прости, Орфея и Евредики. Вот что греческая мифология рассказывает нам об Орфее и его жене Евредике. Орфей был фрайкийским певцом или поэтом. Он был сыном Эагра и Музе Калиупа или по другим сведениям Аполлона и Музе Климу. Он жил за целое столетие до Траинской войны, был учеником Лина, знаменитого греческого музыканта и поэта. Участвовал в походе аргонавтов, затем некоторое время путешествовал по Египту, где его жена Евредика была укушана в ногу змеей и умерла. Орфей решился сойти в ад и просить Плутона, чтобы он возвратил ее ему. Плутон согласился на это, но при непременном условии, что он посмотрит на нее лишь тогда, когда они выйдут из ада. К несчастью, он не мог удержаться от желания посмотреть на нее и потерял ее навсегда. Тогда он возвратился в Афракию и до конца жизни воспевал свои страдания и потери своей жены Евредики. При звуках его голоса сбегались к нему дикие зрения деревьев, так под звук его голоса склоняли свои ветви, реки переставали течь. Напрасно фракийские красавицы старались, чтобы он забыл свое несчастье. Под конец рассерженный его равнодушием, они умертвили его. Его голова Элира были брошены в реку Гебру и занесло их к берегам Плеятоса. Греки позднейших в Регон утверждали, что Орфей был иерофант и учредил тайные собрания, в которых открывал посвященным истинный о Боге, о мире и о космогонии. По преданию он учил астрономии, усовершенствовал травственность и поэзию, изобрел гигзометр, прибавил три струны клирий и прочее. Вообще миф об Орфее один из самых распространенных мифов. Верещагин выбрал для своей картины тот момент в истории Орфея, когда знаменитый греческий певец, не удержавшись, чтобы не посмотреть на уходящую с ним Ильзада Евредику, потерял ее навсегда. Она принуждена была возвратиться в ад. Она находится в барке Харона, который веслом отталкивает ее от берега Стикса. На берегу, упав на колени и закрыв лицо руками, в глубоком отчаянии рыдает Орфей. Евредика, сидя на краю барки, с немым отчаянием протягивает руки к своему мужу. Картина производит сильное драматическое впечатление. Кроме двух главных фигур, очень хороша также сильная, могучая фигура старика Харона. Грозные скалы, среди которых течет Стикс, и вдали вырубленная в скале дорожка, ведущая в ад, усиливает впечатление. Картина эта одна из лучших и наиболее выдержанных работ профессора Верещагина. Из других его произведений упомянем картины «Свидание узника с семейством. Ночь на Голгофе. Снятие с креста. Защитники Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1608 году». И прекрасные стены и декорации во дворце великого князя Владимира Александровича на сюжет из русской народной поэзии. А также его капитальные труды в храме Спасителя в Москве. Ну, вот такое описание по журналу 1893 года. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok